Неуёмный ум Они позволяли придумывать новые способы проникновения в новые миры Ни зной, ни холод, ни засухи, ни потопы не смогли остановить его шествие по планете Где-то он остался надолго, а где-то стал лишь редким гостем Но тем не менее, есть на нашей планете место, которое навсегда останется новым Новая Земля — крупный архипелаг в Северном Ледовитом океане Его острова протянулись на северо-восток почти на тысячу километров Архипелаг был открыт ещё в XII веке Но долгое время оставался белым пятном на карте мира А создание ядерного полигона превратило острова в важнейший арктический секрет XX века И попасть туда стало практически невозможно Но времена изменились И хмурым сентябрьским утром мы высадились в аэропорту города Нарьенмар Столицы Ненецкого автономного округа Впереди двухнедельное плавание к берегам загадочных островов В Заполярье уже ощущается приближение зимы Но лето было тёплым, и мы надеемся успеть до начала ледостава Нашим домом на время путешествия стал буксир атаман Ермак Который уже ждал нас на берегу Печоры До моря почти 100 километров Целая ночь пути Величавая северная река спокойно несёт свои воды в ледовитый океан Серое мрачное небо не предвещает ничего хорошего Но это обычная местная погода В уютной каюте буксира можно отдохнуть, познакомиться и обсудить ближайшие планы Там бушует, фугачит, температура падает А в полутора милях нормальная Руководитель экспедиции Дмитрий Кравченко Организатор и вдохновитель путешествия Благодаря ему на борту собралась разношерстная команда аквалангистов, фотографов и операторов Цель экспедиции – ледяная гавань Бухта на севере Новой Земли Где четыре века назад разыгрались драматические события Подмерный шум двигателей и вдохновенный рассказ События эти оживают перед нашими глазами Весной 1596 года из Амстердама стартует небольшая экспедиция Главный штурман и руководитель предприятия – Вильям Баринс Он родился в Голландии на небольшом острове И море, навигация и картография стали его жизнью К концу 16 века южные морские пути полностью контролируются испанцами и португальцами В Голландии также необходимы шелка и специи Юго-Восточной Азии Баринс уверен, что туда можно попасть через Северный Ледовитый океан Уже третий раз он устремляется на поиски северного прохода Он не знает, что это путешествие унесет его жизнь Но принесет ему всемирную славу Через два месяца мореплаватели достигают северной оконечности Новой Земли И попадают в ледяной плен Экспедиция вынуждена покинуть судно Начинается первая в истории мореплавания – арктическая зимовка Из плавника и корабельных досок зимовщики строят дом, который называют «благополучное жилище» Но оно мало спасает их от холода, болезней и нападений белых медведей Пережив долгую полярную зиму, летом следующего года выжившие моряки бросают затертый льдами корабль и на шлюпках покидают негостеприимные берега острова Через шесть дней после отплытия, 20 июня 1597 года, умирает Вильям Баринс Чуть позже, у южных берегов Новой Земли, смельчаков подбирает голландский корабль На котором 12 уцелевших спутников Баринса возвращаются на родину Их встречают как героев, а море, принявшее тело великого голландца, через 250 лет назовут Баринсовым Море мы почувствовали сразу Суровые полярные ветра устроили нашему кораблю настоящий экзамен Соленые волны Карского моря настойчиво уговаривали повернуть назад Мы решили не испытывать судьбу и переждать шторм в одной из бухт пролива Югорский шар Утро мы встретили в бухте у острова Вайгач На берегу небольшой ненецкий поселок Последнее жилье на нашем пути Низкие берега острова преграждали путь волнам И мы решили совершить высадку на берег Берег острова арктическая кундра с весьма скудной растительностью Деревянные кресты векового кладбища удивительно гармонируют с хмурой природой Низкие облака разражаются то колючими снежными зарядами То проливным мелким дождем Лишь в редкие моменты прояснения Окрестный пейзаж преображается Начиная играть осенними красками Только через три дня мы смогли поднять якорь и покинуть залив Убирай, Саша Первый экзамен мы выдержали Наш буксир упорно движется на север Оставляя по левому борту восточное побережье Новой Земли Раннее утро, а на камбузе уже кипит работа Это не закуска к праздничному столу А рядовой завтрак, которым нас потчивали все плавание За кормой остается миля за милей Все прониклись ожиданием встречи с таинственными островами И вот вдали появляются темные очертания Наконец-то можно снимать что-то, кроме бескрайних морских пейзажей Мы не планировали остановок до места назначения Но арктическая погода опять внесла свои коррективы Двигаясь вдоль суровых, изрезанных фьордами скал Мы заходим в залив Русаново На подходе к якорной стоянке нас, как в настоящем порту, встречают местные корабли береговой охраны В глубине залива расположен панцирный ледник, рождающий эти великолепные символы Арктики Затворы фотоаппаратов не замолкают Ведь не каждый день встречаешь этих ледяных исполинов Ну вот и все Формальности улажены У нас впереди новый день На новой земле Вчерашний прогноз не сбылся Нас встречает ясное морозное утро Втайне мы рады задержке Это отличная возможность испытать снаряжение и самих себя Нас ждет первое погружение в Карском море Но сначала мы решили нанести визит встреченным вчера айсбергом Недолгие сборы и мы на пути к новым приключениям Более половины площади северного острова Новой Земли занимают ледники Мощность которых достигает 300 метров В ряде мест замерзшие потоки спускаются к морю Давая начало айсбергам Соленая вода, ветер и солнце Придают отколовшимся от ледников глыбам Удивительные формы Попрощавшись с ледяными изваяниями Мы направились к косе, отделяющей залив от моря Вторая лодка доставила туда водолазное оборудование Все готово для заполярного погружения Наша страна не балует любителей подводных приключений тепличными условиями Сухие костюмы, незамерзающие регуляторы Все это нам хорошо знакомо Но предвкушение встречи с незнакомым миром Карского моря Заставляет наши сердца биться чуть быстрее В справочнике по биологии морей говорится Карское море самое бедное из северных морей России Автор этих строк знал, что писал Лишь редкие кусты ламинарии украшают абсолютно голое дно Но и здесь есть жизнь Это равноногие раки или изоподы В просторечии их называют морскими тараканами Их ближайший родственник всем известная мокрица Наш интерес к ним не вызвал ответного отклика Оставив равнодушных тварей, мы продолжаем погружение С глубиной видимость улучшается Но подводный ландшафт продолжает поражать своей унылостью Кусты ламинарии здесь немного крупнее У поверхности им не дает вырастать сильный прибой Снова старые знакомые Они опять не хотят общаться И перебирая пятью парами лап, спешат в укрытие А вот и новая встреча Эти морские звезды обычны в Белом и Баренцевом морях Только там они живут, значительно глубже Склон продолжает уходить вниз А нам пора наверх Несмотря на бедность подводного ландшафта Мы довольны погружением Люди не подкачали Техника не подвела Знакомство с подводной арктической экосистемой состоялось Нам понадобились еще сутки, чтобы добраться до места назначения Пройдя без малого 300 миль Мы бросили якорь в ледяной гавани Неподалеку от северной оконечности новой земли Место зимовки Баренца чуть севернее Но встать на якорь ближе мешают острые рифы Несмотря ни на что, первая группа отправляется на берег Мы присоединимся к ней позже Пока наша задача – исследование подводного мира Этого удаленного уголка архипелага Подкилем 6 метров Вполне подходящие условия для разведывательного погружения Дыхание моря на такой глубине чувствуется вполне определенно Фотоаппаратура готова Теперь главное – найти подходящие объекты для съемки Ну, как и в месте предыдущего погружения Дно не изобилует формами жизни В голове звучит шальная мысль А вдруг найдем затонувший корабль Баренца? Ведь никто не знает, что с ним стало Когда его команда покинула эти злополучные места Но вместо этого мы натыкаемся на несколько малозаметных актиний Которые каким-то чудом выживают в этих штормовых водах В конце погружения в объективы камер попадает маленькая медуза цианея Ее собратья могут достигать громадных размеров До двух метров в поперечнике Погружение на 77-й широте закончено В коллекции мест, где мы погружались Появилось еще одно И весьма почетное Тем временем береговая группа приближалась к месту зимовки По пути постоянно встречаются следы истинных хозяев этих мест Их незримое присутствие заставляет быть постоянно настороже На месте зимовки Баренца возвышается деревянный крест От благополучного жилища за 400 лет мало что осталось Это все, что напоминает о стойкости голландских моряков Рядом гранитная плита Оставленная нашими современниками из Голландии В честь своих знаменитых предков Несколько камней, добавленных в основание креста Наша дань мужеству людей, проживших в этих неуютных местах почти год Лодка к берегу, лодка к берегу Капризная погода Заполярье продолжает свой экзамен Ветер усилился и приходится искать другое место для высадки И вот мы у цели Но на этом наши приключения не заканчиваются Белый медведь, заинтересованный нашей активностью Вышел проверить, что происходит в его владениях Ну что, медведь ушел вдоль ручья? Или же он там, где тормознулся? Нет, нет, мы ведем по обрыву Сейчас, привет, привет, увидимся Вдоль обрыва ведет свой Мы оказались отрезанными друг от друга любопытным мишкой Белые медведи практически не знакомы с людьми и совсем их не боятся Все, вижу, вышел на пляж По пляжу идем Но такое скопление народа на обычно пустынных берегах Взбивает косолапого с толку Желание сделать редкие кадры какое-то время пересиливает страх Но близкое знакомство с пришельцами Явно не входило в планы медведя И он стал искать пути отступления Наконец, он выбирает верный курс Ничто теперь не мешает воссоединению команды Субтитры создавал DimaTorzok Время на новой земле пролетело незаметно Через несколько дней наш буксир поднял якорь и лег на обратный курс И радость возвращения смешалась с жалостью расставания С этим непознанным уголком планеты И были долгие ночные переходы Жестокие шторма и снежные заряды И были жаркие споры в кают-компании О том, что сделано И о том, что можно было сделать И была легкая грусть От того, что новая земля Эта вечная терра инкогнито Перестала быть для нас такой новой А это путешествие Возможно, стало для многих из нас Самым большим приключением в жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok